контрнаступ ну как без него все сейчас в ожидании контрнаступление которое точно будет это уже я вот ответственно могу заявить вот сам министр обороны украины вносит свои пять копеек в тему я вожаю что станом сегодняшний день мы выходим у на ту финишную пряму а пропагандисты так те все знают наперед они уже все спланировали мы увидим стремительный движ такой будет взорван крымский мост его уже ничто не спасет и дальше украина войдет в крым без сопротивления со стороны российских войск потому что к тому времени они разбегутся командование российской армии боится контрнаступления вооруженных сил украины конечно боится гадалки не ходи но на всякий случай именно гадалкам и зайдем спросим как там карты легли наши збройные силы украины зараз готовы до контрнаступу будет дуже активна позиция украины дуже активна никто в свете навіть не думай наскільки поведе зараз активно себе украина процесс освобождения левого берега стороны украинских вооруженных сил уже запущен да он уже запущен смотрите и именно в этот промежуток времени от 5 мая и до 21 мая контрнаступление и начнется и когда с одной стороны даже гадалкам известна судьба компании с другой стороны батальоны просят снарядов снарядов не дают ведь снаряды все жалуются что снарядов никому не дают точнее не батальоны а евгений пригожин великий ничто руководитель человека вагнер который не существует требует 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 снарядов вопрос обеспечения группировок войск средствами поражения на сегодняшний день находится на постоянном контроле правительства министерства обороны а пригожин все равно требует министерство обороны боеприпасы артиллерийские нам не выдает и в отчаянии отправляет в думу письма погибших бойцов я киракусян лимон варданович поедшего товар передал в комитет по обороне государственной думы российской федерации 39 коробок с письмами от погибших товарищей с просьбой разобраться в сложившейся ситуации со снарядным голодом так и не получив снарядов пригожин делает заявление значение которого трудно переоценить 10 мая 23 года мы выходим из населенного пункта бахмут они так долго кричали дроны дроны на москву что таки накликали беспилотники на кремль неважно кто стоит за ночной атакой на сенатский дворец виновного уже нашли и не отвертеться понятно на кого всех собак повисит ответ однако был молниеносный и прям скажем перпендикулярный над киевом силы пво украины доблестно отразили атаку двух беспилотников в смысле украинских байрактаров зеленский тем временем укатил неожиданно финляндию потом еще неожиданнее в нидерланды надеемся сделать репортаж о теплой встрече с тихановской и гуайдо а вот о сроках возвращения владимира александровича в столицу незалежной надо будет действительно обратиться к гадалкам и по скриптум мавзолей к параду стыдливо прикрыли опять